В регулярном первенстве Единой Лиги химки в этом сезоне поражения не знают. До встречи с триумфом побед набралось 16, причем две из них над самими столичными армейцами. Любимые болельщики подбадривают своих игроков плакатом с храбрым ёжиком. Олимпийский чемпион 1972 года Иван Едешко, автор самого знаменитого паса в истории баскетбола, считает, что ёжик для подопечных Римаса Куртинайтиса слишком мелко. Всё же это закалённые волки, это бюджет, это набор игроков гораздо выше. Для триумфа это заключительная встреча регулярного первенства. Хозяева, конечно, бы не отказались перед матчами на вылет испортить настроение гостям и стать тем самым единственным клубом, положившим на лопатки химки в этом сезоне Единой Лиги. Но кто ж им даст? Хотя вначале всё складывалось для команды из Люберец очень неплохо. Соперники шли на говно гол, но первыми всё же споткнулись подопечные Василия Карасёва. Причём самый неподходящий момент. На последних секундах второй четверти они пропустили двухходовку. Попович, Жалобаль. Хорват элегантно отпасовал гражданин Франции и точно бросил из-за дуги. В итоге на перерыв ушли при счёте 33-30 в пользу химок. Если игра не имеет турнирового значения, это ничем не значит, что вы сегодня видели, битвы были не на шутку. С тревухом всегда тяжело играть. Это серьёзная команда с хорошим подбором игроков. Вторая половина матча осталась за химками. Они постепенно, но уверенно наращивали своё преимущество и в итоге выиграли солидным перевесом 22 очка 81-59. Но в первую очередь подмосковное дерби запомнится не счётом, а бескомпромиссной борьбой и множеством зрелищных моментов, которые, безусловно, радовали глаз и заставили восторгаться истинных поклонников баскетбола. Ну а как иначе? Это же не балет. Это же люди приходят и бьются. Мужской вид спорта. Понимаешь, это не хоккей. Хоть он по правилам не контактный вид спорта, но контакта-то достаточно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова